Сегодня в зале администрации состоялась пятая сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район, в работе которой приняли участие глава муниципалитета Заур Хамирсов, прокурор района Алексей Зобнин. В повестке значились шесть вопросов. Первым на рассмотрение и утверждение был вынесен отчетный доклад председателя Совета народных депутатов об итогах деятельности Совета за 2022 год. Вся работа районного представительного органа Кашхабльского района строится в соответствии с теми бюджетными задачами, которые стоит перед нами президент Российской Федерации, правительство Российской Федерации, глава Республики Адыгея, правительство Республики Адыгея, Госсовет Хаса Республики Адыгея и, конечно же, в соответствии с теми вопросами и обращениями, решениями которых, прежде всего, необходимы для жителей нашего муниципального образования. Данный отчет дает нам возможность провести анализ проделанной работе, ответить положительную динамику и определить путь дальнейшего развития. Организация деятельности Совета народных депутатов председателя осуществляла соответствие федеральным законам об общих принципах организации местного управления Российской Федерации. Устава о муниципальном образовании Кашкабельск-Рын регламентом Совета народных депутатов на основе плана нормотульского деятельности Совета народных депутатов за 2020 год. Деятельность Совета осуществлялась коллегиально. Основной формой работы являлись сессии. Всего за четный период было проведено 10 сессий Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабельск-Рын. Проводили заседание фракции депутатской «Единая Россия», работала комиссия по бюджету. Средняя явка депутатов на сессиях составила 80%. На заседание оставитом народных депутатов было принято 57 решений, из них 27 решений носят нормативно-правовой характер. Семь принятых нормативно-правовых актов были направлены в комитет по взаимодействию с органами местного управления Республики ДГЭ для дальнейшего опубликования и размещения. Хочу остановиться на основных моментах работы. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики ДГЭ, в 2022 году было проведено два публичных слушания, по результатам которых были внесены изменения в 11 статье устава муниципального образования Кашкаба-Скрыл. Утверждено два новых положения. Это положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашкаба-Скрыл и выборы главы муниципального образования Кашкаба-Скрыл. Второе положение о порядке проведения квалификационного экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служащим органам местного самороления муниципального образования Кашкабольского района. Большую долю работы Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабольского района составляет исполнение контрольных функций. В 2022 году на сессиях Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабольского района заслушаны отчеты главы муниципального образования Кашкабольского района. начальник отдела МВД России по Кашкабальскому району, председатель контрольной счетной палаты Кашкабальского района, отчет об исполнении бюджета за 2022 год, отчет отдела имущественных отношений администрации муниципального образования Кашкабальского района, отчет территориальной избирательной комиссии Кашкабальского района. Утвержден бюджет муниципального образования Кашкабальского района на 2023 на планы период 2024-2025 годов. Рассматривались и принимались изменения в бюджет муниципального образования Кашкабельского района. Всего за 2020 год было рассмотрено 12 бюджетных вопросов. В соответствии с частью три положения в Доске почета, утвержденное решением Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабельского района, от 27 мая 2019 года на третьей сессии пятого созыва депутатами был утвержден новый состав кандидатов для размещения на Доске почета муниципального образования Кашкабельского района. Также осуществлялись мероприятия о поддержке коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства. В отчетном периоде депутаты представили сведения о доходах и расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, без нарушений установлены законодательством срок. Данные сведения были направлены в управление главы Республики Дея по профилактике коррупции и иных правонарушений и размещены на официальном сайте Совета народных депутатов. Важным направлением деятельности Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабовский район остается работа с населением, которая носит наградный характер. Прием населения это фактически прямая адресная помощь жителям нашего района. Считают информацию в Одессе ключевой частью нашей депутатской работы. В течение 2022 года мною депутатами Совета народных депутатов неоднократно проводился прием граждан. С 9 ноября 2022 года в сельских поселениях района проходили сходы граждан с участием депутатов Совета народных депутатов, которые посетили жители района с наиболее важными вопросами. Переселение из ветхого аварийного жилья, обучение состояния жилищно-коммунального хозяйства, дорог, трудоустройства, электрогазоснабжения, вопросы в сфере здравоохранения, оказания материальной помощи. С учетом особенностей 2022 года депутаты использовали любые возможности для четкого и плодотворного взаимодействия со своими изврателями, осуществляли адресную помощь медицинским и социальным учреждениям, малоимущим и особо нуждающимся гражданам. Важным моментом работы депутатов является осмотр строящихся и вводимых эксплуатаций объектов инфраструктуры района, благоустройства объектов социальной направленности. Убежден, что подобный формат будет способствовать более плодотворному сотрудничеству органов местного самоуправления с депутатским корпусом, способствовать осуществлению профессиональной деятельности, направленной на повышение уровня удовлетворенности граждан на работе муниципальных органов власти. С начала 2022 года в районе началась реализация программного комплекса на развитие сельских территорий, в рамках которой предусмотрено строительство социально значимых объектов и объектов инфраструктуры. Одним из существенных устроилизаций этой программы являлось небюджетное софинансирование. Предприниматели из депутатского корпуса района внесли весомый вклад в сбор небюджетных средств. Из общей суммы, собранных предпринимателем района 4 миллиона 350 тысяч рублей, депутаты и предприниматели из райсовета внесли 1 миллион рублей. Ушедший в 2022 год был выборным годом. 11 сентября 2022 года прошли выборы районных депутатов и депутатов поселений Кашкабельского района. По результатам прошедшей выборной кампании был сформирован новый пятый созыв народных депутатов муниципального государства Кашкабельского района, состоящий из 23 депутатов. По сравнению с четвертым созывом в составе депутатского корпуса обновился на 44%. Отрадно отметить, что в новом составе появились молодые и активные жители района. Расширился партийный состав депутатского корпуса. Помимо партии «Единая Россия», «КПРФ», «ЛГПР», в новом пятом созыве появились представители партии. Так, справедливая Россия и новые люди. Хочется отдельно поблагодарить депутатов четвертого созыва, которые за время своей работы приняли участие в 45 сессиях, проведя ответственную и плодотворную работу во благо нашего режима. Надеемся, что новый депутатский корпус в составе депутатского корпуса ответственно и слаженно подведет к решению поставленных задач. 7 октября 2022 года прошли выборы главы Кашкабельского района. По результатам конкурсного отбора к выборам были допущены два кандидата. Новый пятый созыв Совета народных депутатов в тайном голосовании переизбрал действующего главу района, тем самым оказав доверие Завруска-Любичу и его команде. Максимально качественно решать вопросы, касающиеся жизни района, можно только путем выстраивания рабочего консультийного взаимодействия и поддержания постоянного диалога между всеми органами местного самоправления. В проведении каждого заседания Совета народных депутатов активно принимает участие глава района. Взаимопонимание рабочей атмосферы выстроены заместительными главами администрации района, руководительными структурными подразделениями администрации, контрольной счетной палатой, главами сельских поселений. В процессе разработки проекта нормативных правовых актов на народных депутатов муниципального образования Кашкабельского района на постоянной основе существовало замедействие с прокуратурой района, представители которой оказывали консультативную помощь. На все нормативно-правовые акты были даны положительные заключения прокуратуры района. Безусловно, такое тесное взаимодействие позволяло оперативно учитывать замечания и предложения надзорного органа, положительно сказывалось на качестве муниципального права общества. По обращениям граждан, всегда под всем возникающим вопросом чувствовалась поддержка и понимание со стороны руководства всех федеральных и региональных структур, находящихся на территории муниципального образования. Сегодня такая совместная работа позволяет находить оптимальные решения актуальных вопросов жителей нашего района. Благодаря общим усилиям удалось решить немало вопросов, но есть еще много нерешенных задач. Подводя итог работы в 2022 году, можно сказать, что он был очень благотворным, насыщенным многими памятными и торжественными мероприятиями. Это столетие государственности Республики Дея, 30-летие государственного совета ХАЦ Республики Дея и много-много других мероприятий, в которых участвовали депутаты Совета. Сегодня трудно предсказать, какие общественно-политические события ждут нас в наступившем году, но можно сказать одно точно. Совет народный депутатов Кашкайбольского района, опираясь в работе на свой опыт, морально-патриотические, человеческие качества, готов к решению всех воздолженных на него полномочий. Успех при преобразовании происходящего в нашем районе по-многому зависит от нашей с вами совместной работы, от доверия друг к другу, доверия людей к власти. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Далее перед народными избранниками выступил начальник межмуниципального отдела МВД России Кашкайбольский Михаил Тарановский. Он представил отчет о результатах оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела за 12 месяцев истекшего года. Межмуниципальным отделом МВД России Кашкайбольский во взаимодействии с органами государственной власти всеми правоохранительными структурами в течение 2022 года организован и проведен комплекс мероприятий по противодействию преступности на территории Кашкайбольского района. Общественно-политическая ситуация в районе с учетом введенных ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции осталась стабильной и существенного влияния на криминогенную обстановку не оказывала. Ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила нам сохранить должный контроль в районе, не допустить резонансных нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и масштабных чрезвычайных ситуаций. На территории района обеспечена охрана общественного порядка и общественная безопасность и про проведение общественных значений массовых и политических мероприятий. На сегодняшний день нами налажено тесное взаимодействие и понимание об этих вопросах с администрацией муниципального образования Кашхабрского района. Приняты меры по недопущению проявления экстремизма, разжигания конфликтов на межнациональной и религиозной почве, защите населения, объектов первочередной антитаристической защиты и государственных институтов под террористической угрозой. В 2022 году от граждан и организации Кашхабрского района в отдел поступило 2157 заявлений, сообщений и информации о происшествиях. По результатам рассмотрения которых возбуждено 145 уголовных дел. По 533 материалам проверки принято решение об отказе и возбуждении уголовного дела. 434 материала рассмотрены в соответствии с административным законодательством. Криминогенная ситуация за 12 месяцев прошлого года в районе характеризуется рост общего количества выявленных и зарегистрированных преступлений. Так, за отчетный период на территории Кашхабрского района зарегистрировано 175 преступлений. На 7 больше, чем в 2021 году. Тем не менее, в целом, хреновогенная обстановка на территории характеризуется как стабильная. На это указывает и отсутствие зарегистрированных некоторых видов преступлений, а именно с применением и использованием оружия, изнасилование, кражи транспортных средств и автомобилей, металлов, разбой, поджоги и хулиганство. В структуре зарегистрированных преступлений число преступлений, по которым предварительное следствие обязательно увеличилось на 10 преступлений, на 13 с 74 до 84, а число преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно, напротив, снизилось на 3 преступления с 94 до 91, и на 3,2 процента. За 12 месяцев 2022 года зарегистрировано 59 преступлений, связанных с кражей. На территории Кашкаврского района зависело одно покушение на убийство и один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Это существенно ниже, чем было в 2021 году. Всего раскрыто и расследовано 141 преступление. Процент раскрываемости составил 86%. По запрошлому году было 79,7%. В остатке осталось 34 нераскрытых преступления. В истекшем году выявлено 4 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия. Следует обратить внимание на возросшие с 6 до 10 количеств выявленных на территории Кашкаврского района наркопреступлений, из которых 3 связаны со сбытом наркотиков. Как результат проводимой профилактической работы, можно охарактеровать уменьшение количества некоторых видов преступлений, а именно Уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных местах с 7 до 6. Граждане в состоянии алкогольного обвинения на 7, с 44 до 37. В состоянии наркотического обвинения совершено одно преступление. При этом следует отметить увеличившее число преступных деяний, совершенных лицами, из числа ранее совершавших преступлений. А также ранее судимыми милициями на 7 человек. На бытовой почве совершено одно преступление. За истекший 22-й год сотрудниками отдела на территории района задокументировано 7 фактов незаконной реализации спецназодержащей жидкости. При этом изъято 6 литров алкоголя. На территории Кашкаврского района несовершеннолетними милициями преступления не совершались. На территории обслуживания прошел рост преступлений, совершенных в отношении совершеннолетних на 26,3%. В 19 до 24, то есть плюс 5 преступлений. Но наибольшая заботчность вызывает рост количества преступлений, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 4 до 6. Рост составов 50%, который подрывает нормальное развитие детей, а также вызывает широкий общественный резонанс. Не меньше опасность для жидкостей представляет дорожно-транспортные происшествия. Отделом ГИБДД реализовывался комплекс информационно-пропагандистских и профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий на обслуживании территории, в том числе посредством размещения в печатных СМИ, на телевидении и в сети интернет. Однако, несмотря на это, в 2020 году зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в стадии которых 7 человек погибли. 32 гражданина получили телесные повреждения. В руководителе подразделений Межмусуального отдела организована работа по профилактике преступлений посредством выявления и пресечения административных правонарушений. Так, в 2022 году сотрудникам отдела выявлено 1346 административных правонарушений. Особо значимое, когда за появление общественного мести в состоянии опьянения и к ответственности привлечено 110 человек. Распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкие хулиганства. Ну, это те самые правонарушения, которые влияют на общественную безопасность. Касаясь деятельности участковых уполномоченных полиции, на территории Кашхабальского района, следует отметить незначительное снижение по результативности в выявлении и раскрытии преступления. Выявлено 43 преступления на 5 меньше, чем было у сотрудников участковых уполномоченных. И раскрыто 42. По запрошенной было 45. Указаны результаты проанализированного руководственного отдела при подведении итогов работы за истекший год. И личный состав нацелен на активизацию деятельности в данном направлении. В пользу случаями, обращаясь к депутатскому корпусу, хочу выразить словам благодарность за оказанную помощь в выделении материалов для ремонта помещения порнофута в число уполномоченных полиции, расположенных в территории Кашхабальского сельского поселения. Надеюсь на дальнейшее оказание посильной помощи в данном направлении. На постоянной основе осуществляется взаимодействие со средствами масс-информации, институтами гражданского общества, по объективно информированию населения о деятельности полиции, в том числе проводимых профилактических мероприятий. Мы активно взаимодействуем с гражданским обществом. Невозможно предпринимать действенные меры без доверия обществу. В дальнейшем нам будет развиваться и внедряться новая форма такого сотрудничества. Хочу заверить, что личный состав отдела приложит все усилия, чтобы обеспечить выполнение задач по охране, правопорядке и борьбе с преступностью, надежной защите конституционных прав и законных интересов граждан в 2023 году. Здесь мы рассчитываем на постоянное внимание и поддержку депутатского корпуса и общественных организаций, в особенности и пресечении незаконного оборота алкогольной продукции и пропаганды безопасности здорового движения. После доклада депутаты задавали начальнику полиции волнующие их и население вопросы. На все затронутые темы докладчик дал исчерпывающие ответы. Остальные вопросы повестки также были рассмотрены детально, по ним вынесены положительные решения. В завершение ко всем присутствующим обратился председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Дорогие земляки, 9 мая 2023 года исполняется 78 лет со дня Великой Победы. И чем дальше в истории уходит Великая Дата 9 мая 1925 года, тем величественнее воспринимается подвиг тех, кто своей жизнью, мужественным, войско, доблестью, героизмом день за днем приближал поврежданную победу. Победа Великой Отечественной войне – это символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашей Родины. Это наша бесценная история, каждая страница которой наполнена страданиями, болью, борьбой и Великой Победой. В связи с предстоящими празднованиями 78-х годовщины Победы Великой Отечественной войне 41-45-х годов над фашистской Германией, мы, депутаты Совета народных депутатов Кашкабрского района, обращаемся ко всем руководителям и работникам предприятий всех форм собственности и каждому неравнодушному жителю Кашкабрского района, кому дороги память о миллионах советских граждан, отдавшим свои жизни и здоровье за свободу и независимость нашей Родины и принять участие в благотворительной акции. Как и предыдущие года, средства будут направлены на ремонт, где входят за памятниками, захоронениями героев и ветеранов Великой Отечественной войны, на мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Искренне надеемся на Ваше понимание и поддержку это важно для нас всех мероприятий.